Здравствуйте! Это программа «Здесь была Маша» и я Мария Корчевая. Сегодня мы едем в таинственный город, жители которого буквально ходят по золоту и серебру. И этот город в Алтайском крае. А едем мы в Зминогорск. От Барнаула 330 километров. Сегодня со мной в путешествия едут оператор Бадзин и водитель Сергей. За два дня в Зминогорске мы увидим его популярные достопримечательности. Рудники, шахты, древнее озеро. А еще посети места, до которых редко добираются туристы. Например, Мертвый пруд и скалу, где исполняется желание. Приехали. За пять часов мы так проголодались, что не стали колесить по городу в поисках кафе с оригинальными блюдами. А заехали в ближайшее к трассе. Хоть кафе и носит имя известного русского казака, но в меню не только традиционные блюда. Есть и китайская кухня. И все же чаще заказывают привычные борщ, плов, голубцы, курицу, приготовленную в горшочках. Первое, второе и чай мне обошлись в 240 рублей. Очень густяще, прям ложка стоит. Ну а мы едем дальше. В 10 километрах от Зминогорска есть село Черепановск. Там находится эко-дом Пихта. Вот там и заночуем. Место в городе известное, так что дорогу вам укажет любой. Найдете быстро. Приехали. Это Елена Тырина, хозяйка гостевого дома. У нас, кстати, многие люди приезжают ночью. В нашем доме 5 комнат. О, слушайте. На втором этаже 3 жилые комнаты. На первом этаже. Вот у нас холл. У нас в этом году даже были гости из Швейцарии. Иностранные туристы нашли эту гостиницу в Алтайской глубинке на международном сайте Booking.com. И когда уезжали, оставили свой отзыв. В этом доме все из дерева. Пол, стены, мебель. В комнатах очень уютно. И в то же время ничего лишнего. Совсем не похоже на гостиницу. Здорово. Все такое красненькое. Так же, как мой жилет. Я отлично вписываюсь в обстановку. Я, наверное, здесь останусь. Ночевка для одного 800 рублей. Нам повезло. Постояльцев больше нет. И весь этот деревянный коттедж в нашем распоряжении. Честно говоря, свое путешествие я бы закончила прямо здесь. Потому что я в таком восторге. Такого гостевого дома я не видела нигде больше. Так что ночевать я буду с большим удовольствием. Спокойной ночи. Доброе утро. А утро-то сегодня, смотрите какое. Будет жаркий день. Слушайте, какая красота. В пятидесяти метрах от Экадома чернивая тайга. Здесь почти не бывает людей. Местные жители, несколько человек, живут очень тихо. За тишиной и этой туманной красотой сюда и едут туристы. Ох, хорошо здесь, правда. Вот так бы прилег на шезлонг и остался бы надолго. Ой, хорошо-то хорошо. Но надо ехать дальше. Так что поехали. На память оставляю свой флажок. Хорошее место для отдыха. Все, кто приезжают в Зминогорск, обычно посещают знаковые места города. Это Змеиная гора. Месторождение, в котором еще с начала 18 века добывали драгоценные металлы. Отсюда вывезли 2 миллиона тонн руды, из которой выплавили 300 килограммов золота и 170 тонн серебра. Еще к самым известным достопримечательностям относят 8-метровый памятник Ермаку. Есть легенда, что внутри одной из сопок находится подземное озеро, по которому плавает лодка Ермака, груженная червонным золотом. А еще туристы посещают музей истории развития горного дела имени Акинфия Демидова, предпринимателя, основавшего на Алтае несколько металлургических предприятий. Ну а мы отправимся туда, куда редко заезжают путешественники. А показывать нам малоизвестный красот из Зминогорска будет Алена Бердюгина, один из лучших гидов в этих местах. Здравствуйте, я Маша. День ее работы стоит 2000 рублей. В путь. Если даже хорошо знаете маршрут, все равно найдите себе провожатого. Во-первых, он знает короткие пути, а во-вторых, поможет с транспортом. Сегодня мы будем путешествовать на УАЗе. Самая универсальная машина для предгорий. Арендовать его на день стоит 2000 рублей. Мы приехали к Демидовским шахтам. В 9 километрах от Зминогорска находится Черепановское месторождение. Его открыли в конце 18 века. Здесь добывали медь, цинк, свинец, железо, но главное – самородное серебро высокого качества. Вот сюда сейчас пройдем, сюда поднимемся, и отсюда откроется самая красота. Если попадете сюда во время дождя, увидите волшебство. Эти камни, в которых много железа под воздействием воды, окрашиваются в разные оттенки красного и рыжего. Есть чем полюбоваться и в сухую погоду. Вот этот каменный грот когда-то был входом в шахту. Ее выкопали вручную ссыльные каторжники. Они работали не разгибаясь, без сна и отдыха. Особо опасным преступникам даже было запрещено выходить на поверхность. Поэтому каждый из них прожил всего несколько месяцев. К сожалению, после 2000 года, после землетрясения, они многие закрылись просто. Там прям были комнаты, выложенные такими камнями правильными такими. Вот, прям несколько комнат таких было. Вот мы когда в детстве здесь лазили, мы это все видели. Несмотря на то, что эту шахту затопило водой, забраться в нее все-таки можно. Зайдем с другой стороны. Здесь, в Черепанском срождении, здесь очень много было змей. Ну и сейчас можно встретить гадюка черная. То есть она очень большого размера, здесь бывает до полтора метра. Но есть оберег, который спасает от змей. Алена рассказала, что для защиты достаточно произнести несколько слов. Этому ее научила прапрабабушка. Как говорить надо? Змеи пень до колода, нам путь до дорога. И тогда змеи не встретятся, да? Да, тогда змея уходит с дороги. Хорошо. Хорошо, что есть оператор с рюкзаком. Ну что, попробуем спуститься. Вот, в рюкзаке все необходимое. Ну пошли. Тут аж камни сыпятся под ногами. И пройти здесь действительно, это надо быть очень-очень... Не знаю, ногоножкой, наверное. Вход в шахту вон там внизу. Но после землетрясения 2000 года его завалило камнями. И теперь добраться в шахту можно только вот по тому пути. Откуда мы пришли? Сверху. Мы спустились на несколько метров. Вот теперь еще сложнее поверить, что этот вход проложили с помощью кирки и лопаты. На то, чтобы продолбить в камни пустоту, ушли сотни лет. На этот мостик забрасывали веревку и доставали руду. Видно, да? Какой пар идет. Прохладно. Дальше идти опасно. Камни шатаются и могут обвалиться. Вот сейчас мы находимся на первом уровне, представляете? Он такой вот кажется глубокий, а под нами еще пять. И вот два уровня открыты, но пробраться туда невозможно, потому что это опасно для жизни. А еще три уровня покрыты водой, залиты водой. Чтобы идти дальше, нужны гидрокостюмы и акваланги. На эту авантюру решились наши коллеги из программы «Искатели». Через затопленную галерею они вышли на один из нижних уровней. Там они обнаружили носилки, в которых перетаскивали руду, и сорокаметровый колодец, который вел на одиннадцатый ярус рудника, не отмеченный на картах. Но добраться туда помешали бревна, ими завалили колодец. Скорее всего, на этом секретном уровне серебро добывали нелегально. Пока вход в шахту не завалило полностью, обязательно приезжайте. Посмотрите сами. С Черепановского месторождения вывезли более 160 тонн серебряной руды. И сегодня ее уже не добывают. Но это не значит, что серебра здесь больше нет. Оно даже под ногами. Ну вот, даже кварцит. А в кварцит в основном это и есть предвестник каких-то благородных металлов, это золото, серебро. Вот здесь вот если присмотреться, вот видишь, вот блестит желтенькое. Если мы его разобьем, будет беленькое внутри обязательно. Будет еще, может быть, желтенькое внутри. А еще камень с серебром можно распознать по весу. Чем тяжелее, тем больше в нем металла. Есть ли серебро в этом камне? Проверим. Сейчас попробуем разбить его. Ой, так. Не знаю, получилось, не получилось. Серебра не видно. Дубль два. Вот, смотри, металл, видишь? Это вот эти вот искорки? Это и есть серебро? Нет, вот это точно не серебро. И еще раз. Есть! Видишь? Это оно? Это оно. Такие мерцающие точечки. Вот, это и есть серебро. В этом же камне скопление меди. Они мерцают уже такой немножко золотистой искоркой. На колечко, конечно, не хватит. Заберу себе просто на память. В Зминогорском районе около десятка озер. И с некоторыми из них связаны довольно любопытные легенды. Сейчас мы едем к озеру Мертвое. Оно название интригует. Так что, интересно посмотреть. Озеро Мертвое находится примерно в 10 километрах от Черепановского месторождения. Пусть проходит через сопки, луга и тайгу. Немного покачает. Вот почему едем на уазике. Дорога непредсказуемая. Ну вот и оно. Мертвое озеро. Несмотря на мрачное название, выглядит довольно приветливо, даже симпатично. Мертвое, потому что здесь нет ни уточек, ни рыбы. Абсолютно неживое озеро. Сюда не заходит скот. И слышно только, как птички поют. Почему в нем ничего не живет? Говорят, что зимой оно промерзает полностью. И даже если что-то завелось, ему придется погибнуть. Озеро оказалось очень крохотным, примерно с дворовую площадку. Оно будто спряталось за пихтами и скалами. Эта скала называется Два брата. Была такая легенда. На берегу озера погибли два брата. И матери так оплакивали их, что образовалось целое озеро. Озеро слез. Ну вот такая легенда. Ну на мой взгляд, братья к нам спиной. И такое ощущение, что один другого поддерживает. Озеро как озеро. Ничего особенного. Это уже потом мне рассказали, что в паре километров отсюда, глубже в тайге, часто видят загадочные явления. Например, снежного человека и потусторонних сущностей. Больше ничем это место не привлекает. Поэтому поедем дальше. Мы уже прогулялись по рудникам и узнали, как найти серебро. А теперь отправляемся к людям, которые руководили добычей драгоценной руды еще в 18 веке. Это один из исторических некрополей, которые сохранились в Алтайском крае. Здесь захоронены люди, которые стояли у истоков рудного дела. Некрополь находится в самом Змейногорске. Здесь мы встретились с Юрием Алехиным. Он кандидат исторических наук. Вдоль и поперек изучил надгробные плиты и сделал сенсационное открытие. Среди захоронений 18 века нашел могилы тех, кто связан с созданием первых шахт под обычей золота и серебра. Это надгробный памятник. Надгробный памятник поставлен над могилой вдовы Петра Казмича Фролова, первого томского губернатора, начальника Алтайского горного округа, знаменитого новатора горного производства, инженера-новатора. Петр Фролов – имя, известное и за пределами России. Он был начальником горного округа в Барнауле и томским губернатором, а после – сенатором и тайным советником в Петербурге. Жена Петра Фролова была дочерью полковника Дигориги, который присоединял Горный Алтай к России. До этой находки историки терялись в догадках, где же покоится семья знаменитого инженера. Вот еще одна раскрытая тайна Зминогорска. В Зминогорске мы снова меняем транспорт. Дальше поедем на Урагане. Это настоящая легенда вооруженных сил Советского Союза – МАС-543. Их начали выпускать в 60-е. На таких тягачах привозили ракетные и противовоздушные установки. Эта громадина раньше была штабной машиной, командующего Семипалатинским военным округом. Это Владимир Ельников. Он купил машину, когда российскую армию выводили из Казахстана. Сначала ездил на Урагане на отдых, а потом начал катать туристов. На нем мы вместе с гидом Аленой и историком Юрием Алехиным поедем на самое большое озеро Зминогорского района – древнее Колыванское озеро. От города 20 километров. Озеро находится рядом с селом Савушки. Эта прогулка обойдется нам в 3000 рублей. И все из-за топлива. За пройденный километр двигатель съедает почти литр солярки. А обычной легковушки столько бензина хватает на 10 километров. Она безоружья не боится. В ней полностью 8 колес. Блокируется, приспускается, и она становится, как у синтючной машины. Здорово. Проказать большая, да? Очень хорошая проходить. На обычном автомобиле мы бы домчали максимум за 30 минут. Ураган донес нас до озера за час. С его габаритами маневрировать на дороге гораздо сложнее. Идет плавно, но честно говоря. Это ощущение, как будто я в тракте. И очень пахнется яркой. Вот оно. Колыванское озеро. Про него можно рассказывать часами. Вот вам несколько самых интересных фактов. По словам геологов, оно появилось 30 или 40 миллионов лет назад. А стало знаменитым благодаря скоплениям камней причудливой формы, которые появились еще раньше. Одни похожи на животных, другие на замки и башни. Озеро неглубокое, в среднем 3 метра. И поэтому быстро прогревается. Здесь произрастает реликтовое растение. Водяной орех челим. Внутри, когда он зеленый еще, там находится зернышко, которое, кстати, можно употреблять в пищу. И как на вкус это? Считалось деликатесом. Считалось деликатесом. Еще в 19-18 веке местные жители из села Савушки собирали этот зеленый орех водяной, добывали оттуда зерно, ядрышки, и продавали как деликатес местной знати. На озере несколько баз отдыха. Можно прокатиться на катере, водном велосипеде или дельтаплане. А можно заказать экскурсию. Сейчас мы как раз находимся на месте древнейшего в Сибири поселения металлургов и скотоводов. Этот памятник уже стал всемирно известным. Он был открыт в 1982 году. И после этого раскапывался с периодами. И сейчас эти раскопки продолжаются. Получен уникальнейший материал. И это место прямо под нашими ногами. Поселению металлургов и скотоводов примерно 4,5 тысячи лет. И уже тогда люди знали, как добывать цветные металлы. Богатая история озера связана с мистикой. Отдыхающие ребята в лагере. Вот он рядом, лагерь Чайка, оздоровительный, детский. Они видели, как вот с той горы Большуха, вот она, гора, по озеру, в лунную ночь, когда лунные дорожки, вот, вышло, вот как бы еще не было вот этого строительства на горе, но уже начали взрывать гору. И что-то поднялась фигура, такая метра 3-4, как они описывают. И ноги, как у цапли, глюв такой вот. По всем признакам она напоминает древние наскальные рисунки эпохи неолита. Оказалось, в это время на берегу озера как раз и жили те самые металлурги и скотоводы. Так они изображали своих богов, духов гор и воды. Даже археологи склоняются к тому, что такие явления совсем не выдумки. Жалко, конечно, что мы не увидели во всей красе Колыванское озеро. Ну что ж, вернемся сюда завтра. Мы не только полюбуемся на него, но еще пособираем полудрагоценные камни. Говорят, их здесь очень много. Теперь ищем место для ночевки. Вариант первый. Можно остаться на озере и заночевать в Урагане. Владимир Ельников переделал машину в двухкомнатную квартиру. Есть спальня на два места, гостиная еще на пятерых человек и кухня. Квартира отапливается, проведены газ и электричество. Ванной и туалета нет. Проживание в сутки на одного – 300 рублей. Вариант второй. Переночевать на турбазе. Его я и выбрала. Возвращаемся на трассу. На местной ночевки ураган не пройдет. Поэтому снова пересаживаемся на УАЗик, а ураган опускаем домой. Спасибо! Вам ваш плажочек! Я приехала в Алтайский Куршавель. Так называется база. Она в трех километрах от трассы между Савушками и Змейногорском. В доме гостиная с камином, спальня, кухонный уголок, туалет и душ. И специальный презент для гостей. Это молоко. Теплое еще, парное. Правда? Да, вам передалось еще привет. Проживание в домике на четырех человек в сутки стоит пять тысяч. В домике на четырнадцать человек – десять тысяч рублей. День был трудный, долгий. Сейчас в душ, потом что-нибудь сообразим на ужин. Спокойной ночи! Доброе утро! Оказывается, на территории базы свое Колыванское озеро. Только искусственное и очень маленькое. И такие же причудливые скалы. Сегодня мы возвращаемся на Колыванское озеро и исследуем его окрестности. Мы едем к месту, где рождается горный хрусталь. Чтобы найти его, нужно объехать озеро практически до горы Большуха и пройти вдоль кромки воды буквально сто метров. Пришли. Горный хрусталь рождается из скварца. На вот этом белом камне образуется такая вот прозрачная прослойка. Слоечка, да, она потом растет. И вот этот образовавшийся камень и есть горный хрусталь. Как его определить? Он должен быть очень прозрачным. Говорят, что если положить в воду, хрусталя не будет видно. И про него говорят, что это камень, обладающий очень мощной энергетикой. Он передает ее своему владельцу. То есть, если вы носите украшения из горного хрусталя, то вас невозможно сглазить. У горного хрусталя есть еще одно интересное свойство. Удивительно, но энергетика кварца распространяется не только на людей, но даже на вещи. Рассказываю такой случай. Один из туристов пришел сюда с разряженным телефоном. Он положил его на камень и заметил, что телефон стал заряжаться сам собой. Заряда хватило на несколько снимков. Колыванское озеро богато и на другие полудрагоценные кристаллы. Кроме хрусталя здесь находят раухтапаз. Он образуется от кварца дымчатого цвета. Или эпидот. Он темно-зеленого цвета. Можно найти марион. Абсолютно черный, непрозрачный кристалл. Это самый дорогой кристалл из кристаллов полудрагоценных. И считается, что он является проводником фотосторонней жизни. Если кто-то там занимается какой-то эзотерикой или еще чем-то, вот они пользуются такими камнями, кристаллами. Если найдете такие, смело отправляйтесь к ювелиру. Эти кристаллы годятся для украшений. С этой точки открывается очень хороший вид на еще одну достопримечательность. Это секретный объект Роскосмоса. Оптико-лазерный центр. Он нужен для слежения за космическими объектами, но в частности за спутниками-шпионами. Куда не повернись, увидишь что-нибудь любопытное. Напротив месторождения кварца находится каменный ангел. Если верить тем, кто там побывал, ангел исполняет желание. Сейчас мы направляемся к каменному ангелу. Для того, чтобы посетить его, обязательно советуют взять с собой любой камень с месторождения кварца. Потому что, чтобы твое желание исполнилось, нужно обязательно что-то оставить взамен. До каменного ангела всего 15 минут, если ехать по прямой. В скале разлом в виде правильного креста, а в центре него растет дерево. Именно здесь находится энергетический столб. Несколько тысяч лет назад здесь было святилище. Древние люди поклонялись богам. А сегодня в центре камня туристы загадывают желания. Кто-то после этого находит потерянную вещь, а кто-то – любовь. Ой, мне так много о чем есть попросить. Я даже не знаю, что важнее. Честно говоря, немножко дрожат руки, как-то волнительно. В обмен на исполнение желания оставьте то, что принесли с собой. Многие кладут монетки. Ну а я – кусочек хрусталя. А еще вместе с камушком я оставлю здесь флажок программы. Надеюсь, что мое желание сбудется. Очень надеюсь. За два дня в Зминогорске мы увидели потрясающую дикую красоту. Посетили месторождение золота и серебра. Прокатились на урагане. Нашли полудрагоценные кристаллы. И часть забрали с собой. И, конечно, я увезла еще кучу ярких фотографий, которые выложу на карте селки Алтайского края на сайте телеканала «Катунь-24». Зминогорск скрывает в себе гораздо больше загадок, чем кажется на первый взгляд. Так что, если будете в городе, обязательно посетите окрестности. Ну а мы возвращаемся в Барнаул. Субтитры создавал DimaTorzok